Добрый день, я Лиза. Сегодня я вас хочу познакомить с дядем Ярославом. Он нас научится варивать чай. Доброго ранка. Сегодня мы будем заваривать чай Дарджилинг номер 28. Это черный индийский чай. Взагалі чаев очень много. Они разделяются на черный, зеленый, желтый, белый, пуэр ферментованный. Найдорожший, найридкіснейший белый чай. А сегодня мы будем заваривать простий чай черный Дарджилинг. Для этого нам нужен заварничок. У нас такой заварничок правильный. Заварничок з точки зрения заваривания чая постійно греется. Видите, тут свечка всередині. Но если дома такого нет, то можно обойтись звичайным заварником. Я расскажу вам про основные правила заварки чаю. Слід памятать, что чай – это такой продукт, где есть определенный процент мусора. При заготовленні, при производстве чая его никто, звичайно, не мыть. И туда появляются разные решетки. Отже, его следует промить. Для этого мы берем чай. Одна ложечка кладется на каждую чашку и одна на заварничок. Если у нас двое, значит, мы должны покласти три ложечки чая. Одна, дві и три. И несколько минут даем прогреться чаю. Чтобы он немного прокинувся. Он несколько лет спал. Теперь нужно его разбудить. Теперь приступаем до промивания. Мы в чайник наливаем воду. Буквально несколько секунд. Мы его взболтуем и обережно выливаем. Продолжение следует... ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМОБОЙ С масштабный пузырьминский чай. Вода закипитись не должна быть. Немножко температура для заваривания чая должна быть где-то 90 градусов. Например, если это зеленый чай, то рекомендуют от 60 градусов до 90, но заваривать принято где-то 85 градусов, термометр не у каждого есть, и он не нужен. Когда чайник закипит, выключите его, он подчинит немного минуты, и температура за этот час опустится до 85 градусов, до 85 градусов. Мы ждем на заваривание чая. Для черного чая это примерно 3-5 минут. Для зеленого чая это от 1 до 4 минуты. В Японии существует целая чайная церемония. Для очищения своей энергетики японцы используют сами чай. Но они пьют чай не такой, как мы обычно бачим, они пьют зеленый, зеленый перемеленый порошок. Он на вигляд такий, как зеленый борошок. Заваривают его не очень горячей водой, где-то 70 градусов, и постоянно взбивают, как миксером взбивают. Я думаю, что мы уже заварим чай. И потихоньку. Мы начинаем наливать в чашку. В Китае есть такая традиция, когда наливают чай, больше половины гостям не наливают. Потому что если налить чашку полностью, то это означает, что гость заважает и ему уже пора идти. Но мы же не в Китае, и мы себе можем довольно чашечки налить. Все. Можно добавить цукор, можно добавить молоко, вершки. На ваш вкус, на ваш вкус. Но традиционно чай, без цукор. Смачно. А, забыл сказать, что можно заваривать чай в таких пакетах. Но сюда засыпаем чай. Он не пропустить решетки, не пропустить смятки, как я уже говорил, и чаинки не будут употреблять в чашку. Но это более европейская подача приготовления чая. Классичное приготовление, именно так, как я вам рассказал. Смачно. Смачно. Смачно, Лиза. С подобой, Лиза. Смачно. 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 Вы rocks? Да. О чем здоровье? Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok